Чекаешь на это возмутительная история о том, что в 21 веке в школах нет теплых туалетов. Сам по себе этот факт. Госпожа Шафикова бодро отчиталась о том, что у нее там 400 школ не оборудованы теплыми туалетами, из них они 100 уже оборудовали. Офигенное достижение. Вот это тот самый пример, когда по формальным признакам объявлять штормовое предупреждение было еще нельзя, а на улице уже творился ад, и в этот момент гидромедцентр, в общем-то, проявил, на мой взгляд, преступную халатность. В панике чиновники уже начали их устанавливать прямо сразу к вечеру того дня, в который происходило это совещание. Мороз уже на улице трещит, дом еще быстрее разваливается, а вот процессы ни в мэрии, ни в ПСК-6 никак не ускоряются. Более того, по словам жителей этого дома, они остановились. Неумные баймакские полицейские выдумали повод обвинить господина Алчинова в организации массового мероприятия. Зачем это сделали неумные баймакские полицейские? А вот зачем. Прошедшая неделя оказалась одной из самых скучных за последние полтора месяца, и вполне вероятно, это связано с тем, что большую часть, главный ньюсмейкер Республики Башкортостан, Ради Хабиров, отсутствовал на территории региона. Он уехал в Москву и в Крым. На госсоветы всякие интересные мероприятия, связанные с дорожным и транспортным строительством. Но, тем не менее, в начале недели оперативка правительства с участием Ради Хабирова состоялась. Как я уже и говорил, накал страстей начинает спадать на этом мероприятии. Видимо, поняв, что справиться с глобальными большими проблемами быстро и красиво, я имею в виду проблемы здравоохранения, образования, не получается, а мелкие проблемы и претензии начинают иссякать, Ради Фаридович начинает терять вот этот вот накал, вот эту красоту и ярость на этих мероприятиях. Но, тем не менее, кое-кому досталось и на этой неделе. Я имею в виду разнесчастный гидромедцентр, который был разнесен в пух и прах Ради Хабировым за то, что вовремя и в должной мере не было объявлено метеопредупреждение о событии под названием «Ледяной дождь», который накрыл Уфу и некоторые районы республики прошедшей неделей. Там, конечно, произошло некое столкновение формального и неформального подходов. Мадам, возглавляющая гидромедцентр Башкирии, или, по крайней мере, представлявшая его в этом заседании, пыталась оправдываться тем, что, дескать, мол, у нас есть нормативы и правила, по которым мы объявляем или не объявляем всевозможные штормовые предупреждения, на что Ради Хабиров в достаточно резкой форме оборвал ее и потребовал пересмотреть эти меры, рамки, нормы, ну и прочее, прочее, чтобы вовремя информировать население о надвигающихся проблемах с климатом и погодой. Ну, тут я, конечно, формально понимаю, что женщина права и то, что действительно у нее есть правила, но чисто эмоционально и с точки зрения интересов населения, конечно, прав Хабиров. Вот это столкновение формального и неформального уже наблюдается не первый раз во время этих публичных мероприятий и трансляций всевозможных заседаний. Конечно, это не может не настораживать, потому что, вообще-то, бюрократия так и устроена, что есть правила, определенные нормативы, они бесконечно дополняются, меняются, их огромное количество, и именно в рамках этих правил живет бюрократия. Когда она сталкивается с каким-то моментом, когда нужно проявить некую неформальную логику, обычно бюрократия впадает в ступор. Вот это тот самый пример, когда по формальным признакам объявлять штормовое предупреждение было еще нельзя, а на улице уже творился ад, и в этот момент гидромедцентр, в общем-то, ну, проявил, на мой взгляд, преступную халатность. Но обратная сторона вот этого конфликта между формальным и неформальным, это невозможность обосновать решение с законной точки зрения. Вот здесь тонкий лед, по которому пошел господин Хабиров, он требует от своих подчиненных неформальных подходов к формальным процессам, а это всегда чревато либо ошибками, граничащими с преступлениями, либо необоснованными обвинениями в деяниях или бездействиях. Ну ладно, посмотрим. Кроме того, на оперативке обсуждалась оценка той реакции, которая была со стороны городских муниципальных служб в отношении этого ледяного дождя. Хабиров опять вспылил, когда услышал какое-то там невнятное мычание в ответ, он начал шуметь на тему того, что коллеги, вы что глухие? Задал он такой вопрос, это я цитирую. Я задаю простой вопрос, имелось в виду, как они оценивают работу ЖКХ во время ледяного дождя. Хабиров даже пригрозил, что может задавать вопросы на башкирском и английском языке для особо непонятливых. Ну, подчиненные довольно быстро мобилизовались, они вообще начинают привыкать к его в этой манере. Вот эта адаптивность чиновников к новой метле, к новому начальнику, она чрезвычайно высока. Они сейчас быстро-быстро уловят вот эти вот моменты, вот эти вот нюансы поведения, где нужно сидеть молча, глядя в стол, где нужно там что-то вставить, ответить, каким образом отвечать. Уже на этих оперативках стало поменьше солдафонства, а то они вскакивали, значит, руки по швам, и там вот этот доклад закончен, разрешите сесть. Ну, в общем, этого становится все меньше и меньше. В общем, начинают они понимать, кто такой, значит, Хабиров и как себя с ним вести, так, чтобы не залететь очень сильно. Также Хабиров на оперативке упрекнул городские власти Уфы в том, что посыпают дороги, в общем, вовсе не песком, а какой-то грязью, значит, черноземом и так далее. Кстати говоря, достаточно много денег тратится на закупку вот этого ПГСа для посыпания обледенелых тротуаров. Ну, Мустафину, как говорится, здесь пока 50% скидки. Дело в том, что все, что угодно он может валить на предыдущую администрацию, ему за это ничего не будет. Вот именно так и случилось. Он сообщил, что растреклятая администрация под руководством Елалова закупила меньше половины необходимого объема ПГСа. Судя по всему, в следующий раз Мустафин сообщит, что этот ПГС был вовсе не ПГС, а какая-то подделка. Ну, и на этом история закончится. Вообще, важнее не то, что там понапокупал Елалов, а то, чем посыпают сейчас тротуары и будут ли они это делать в дальнейшем. Очень важный момент, который случился во время этой оперативки и чуть позже, это история с численностью техники, которая работает по очистке города Уфы в зимнее время. Вот прошел первый, прямо скажем, небольшой снегопад в Уфе, и уже можно оценить, насколько готова, не готова оказалась наша администрация к этому весьма скромному испытанию. На оперативке господин Мустафин заявил, что городу необходимо 1200 единиц техники для очистки улиц. Эта цифра звучала и ранее, но, видимо, она каким-то образом обоснована. Также там же Мустафин заявил, что в наличии у города имеется 400 единиц техники. А вот когда снег прошел и его стали чистить, почему-то сообщали о 299 единиц техники. То есть ситуация, на самом деле, еще более плохая, чем докладывало начальство города на этих оперативках в правительстве. В общем, конечно, готовность Уфы к серьезным снежным испытаниям очень и очень плохая. И не дай нам Бог, чтобы эта зима была сильно снежной, потому что это может даже быть не повторение 2016 года, это может быть еще хуже, потому что ситуация с техникой, обеспеченностью и способностью, на самом деле, работать в городе еще хуже, чем в 2016 году. Отдельной темой, которую подняли на заседании правительства в начале недели, в котором принимал участие Хабиров, было обсуждение подготовки к Новому году. Судя по всему, Ради Фаритович не чужд романтическим детским настроением. Он относится очень трогательно к Новому году. Он потребовал, чтобы у людей, наконец-то, в республике случился праздник, связанный с Новым годом, и праздничное настроение было сформировано у населения. Короче говоря, Ради Хабиров в категорической жесткой форме повелело уставить город Уфу елками. Все мы помним, что в прошлые годы количество новогодних елок, которые устанавливались в городе, неуклонно уменьшалось. В последние годы оставалось буквально 2-3 большие елки на конгресс-холле около Горсовета и еще где-нибудь. В этом году количество елок будет феноменально большим. Их уже с испугу начали устанавливать, хотя, в общем-то, повелел Хабиров их поставить числу к 10-15 декабря. Но в панике чиновники уже начали их устанавливать прямо сразу к вечеру того дня, в который происходило это совещание. Уже начались какие-то странные разговоры о том, что заявленная 28-метровая елка вовсе не 28-метровая. Азамат Галин показал нам фотографию, где кран, который вовсе не может поднять 28-метровую елку, устанавливает эту самую 28-метровую елку. В общем, конечно, будет весело по поводу этого Нового года. Я не знаю, получится ли чиновникам Уфы сформировать требуемое радужное настроение у жителей, но будет смешно и забавно все это наблюдать. Большое количество времени на заседании правительства с участием Радия Хабирова было отведено решению проблемы строительства теплых туалетов в сельских школах. Конечно, это возмутительная история о том, что в 21 веке в школах нет теплых туалетов. Сам по себе этот факт. А госпожа Шафикова бодро отчиталась о том, что у нее там 400 школ не оборудовано теплыми туалетами, из них они 100 уже оборудовали. Офигенное достижение. Уже четверть школ в сельской местности оборудованы теплыми туалетами, титаническими усилиями госпожи Шафиковой. Какие-то совершенно несметные деньги тратятся на проектирование и строительство этих теплых туалетов. И вообще так долго об этом говорили, что я сидел, слушал и подумал, ну не дай бог, что строительство теплых туалетов станет главным достижением вот этой новой администрации и вообще республики Башкортостан в 21 веке. На мой взгляд, вот публично даже стыдно говорить о таких вещах. Это надо как-то на закрытых совещаниях такие вещи делать. Вот подобное наверстывание пути цивилизации, который весь мир прошел уже лет так 200 назад, выводить в прямой эфир и показывать, как мы героически строим теплые туалеты в сельских школах, вообще, конечно, это очень неприлично. Я надеюсь, что эта проблема решится быстро, эффективно. И на самом деле для этого есть четкие технологические решения. А именно, не надо проектировать в каждой отдельной из 400 школ теплый туалет по отдельному проекту и платить за него деньги. Необходимо сформировать несколько типовых проектов 3, 4, 5, 7 и начинать их размещать по местам необходимости. Вот и все. На прошедшей неделе мне звонили жители вот этого несчастного дома, шатер ставили 70-7, рассказать, что там происходит, а вернее, рассказать, чего там не происходит. К сожалению, история, так же, как и история с наведением порядка в Минздраве, похоже, ушла в песок, пошумели и разошлись, и вот что там сейчас происходит. ПСК-6, компания Носкова, которая как бы должна размещать, вот этих вот, расселять жителей этого несчастного аварийного дома, на шатер ставили 70-7, внезапно ушла в сторону. ПСК-6 сказала, что вот что-то там город чего-то не решает, и чего-то отказался что-то делать. Город вообще молчит, на запросы звонки не отвечает. Ну, в общем, судя по всему, мы вошли в какую-то полосу имитаций, на самом деле, решения проблем, и, судя по всему, вот все вот эти вот инциденты и около этого связанные процессы, они заточены на то, чтобы сказать, да, мы знаем об этом, да, мы точно знаем про эту проблему, но решать ее не будем. Мы просто знаем про нее. Вот это очень плохо. Потому что первоначально прозвучало, что ужас, ужас, шатару ставили 70-7, сейчас решим, сейчас будем решать, наметим, определим. И вот сейчас складывается ситуация, что все, опять все вернулось на исходники, дом продолжает разрушаться, там уже руки и ноги можно просунуть в щели в стенах, мороз уже на улице трещит, дом еще быстрее разваливается, а вот процессы ни в мэрии, ни в ПСК-6 никак не ускоряются. Более того, по словам жителей этого дома, они остановились. Мы будем следить за этой ситуацией, будем обязательно контролировать, еще раз съездим, посмотрим, что там происходит в ближайшее время. Ну, в общем, меня это пугает ситуация. На прошедшей неделе в Уфе состоялся суд над Фаэлем Молчиновым, который я бы назвал памятником глупости и недальновидности нынешней администрации республики, и в частности, ее внутриполитического блока. И вот почему. Суть того, что случилось в суде, можно обсуждать долго, можно предполагать и апеллировать к решению, но важнее не это, а важнее то, как себя повела вот эта вот внутриполитическая система республики, не окрепшей и, видимо, не пришедшей еще в сознание от своего взлета господин Кельсинбаев и прочее, значит. Полная утеря контроля над ситуацией, полная утеря адекватного восприятия случившегося, привели к тому, что теперь мы имеем, ну, очевидный для всех общественных сил и вообще людей, принимавших участие в этом событии, незаконный и несправедливый приговор. Мы имеем нарождающуюся звезду националистического движения Фаэля Алчинова, мы имеем движение «Башкорт», которое имеет все основания теперь, значит, упрекать власть в каких-то ужасных беспредельных действиях, ну и так далее, и так далее. С чего все, собственно, началось? С того, что неумные баймакские полицейские выдумали повод обвинить господина Алчинова в организации массового мероприятия. Зачем это сделали неумные баймакские полицейские? А вот зачем. Они очевидно и отчетливо поняли, что их действия 30 сентября могут повлечь за собой, ну, тупо увольнение вообще командного состава этого, весьма неспособного к действиям баймакского РОВД. И вот это была защитная реакция. Они в ответ обвинили вот этого господина Алчинова в незаконных действиях. На самом деле, конечно, признаков массового мероприятия там не усматривается вообще. Закусилища аппаратуры не было, лозунгов не было. Но в качестве признаков массового мероприятия баймакские полицейские нашли аплодисменты. Они сказали, что все хлопали Алчинову, и потому это митинг. Ну, конечно, глупо это все, но на глупости баймакских полицейских не должна базироваться глупость управления внутренней политикой и взаимодействия с общественными организациями главы Республики Башкортостан. Глупые полицейские из Баймака не должны быть руководящей звездой господина Кельсинбаева, например, при принятии решений либо при участии в каких-то процессах. Я нисколько не сомневаюсь, что после первого заседания суда, на котором судья Мухина, растерявшись, отложила решение на два дня, воздействия со стороны внутриполитического блока на суд не было никакого. И вот тут, конечно, судья растерялась, она не понимала, что делать. По закону, конечно, признаков массового мероприятия нет, она не понимала, чего от нее хотят власти. Верховный суд у нас обезглавлен, у нас нет председателя Верховного суда, и посоветоваться толком не с кем. Большое начальство сидит, помалкивает. В общем, судья Мухина отложила заседание. Через два дня Тугодумы из Белого дома поняли, наконец, что давать сутки и сажать Алчинова было бы смерти подобно. И стали интуитивно понимать, что, наверное, хорошо было бы вообще, чтобы этого всего не было. Но уже, как говорится, фарш невозможно провернуть назад, суд уже идет. И тут вот надо было бы им дать такой маленький-маленький штрафик, тысячи, две, три, чтобы вообще придать всей этой истории абсолютную незначительность. Но тут ума опять не хватило. Влупили штраф 150 тысяч, беспрецедентно большой, в Башкирии, насколько я помню, еще подобного штрафа за вот эти деяния не выписывали. Ну и теперь, значит, естественно, и организация Башкорта, и вообще вся вот эта башкирская общественность, которая пристально следит за всей этой историей, конечно, встала на ДПИ, кровавый режим преследует башкирских националистов и бла-бла-бла. Кому сделали хорошо? Чем думали? Совершенно непонятно. Продолжение следует...